МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все мы привыкли видеть розу именно такой. Крупный, часто густомахровый цветок, роскошный. И на его фоне цветок немахровой розы выглядит невзрачной простушкой. Но на самом деле вот эта невзрачная розочка может оказаться в саду куда эффектнее любой густомахровой красавицы. Здравствуйте! В эфире программа «Розы в саду» и я ее ведущая Ирина Махрова. И сегодня наш разговор пойдет о немахровых розах. Как говорил один знаменитый розовод, махровые розы созданы человеком, а не махровые Господом Богом. Ведь именно дикая немахровая видовая роза и была тем цветком, который вдохновил древнего человека, и которая впоследствии стала одним из самых популярных цветов, да что там говорить, самым популярным цветком всех времен и народов. И вдохновила селекционеров на дальнейшую работу с ней, благодаря чему сейчас мы имеем множество сортов роз, всех возможных цветов, окрасок и форм. Многие розоводы сейчас увлекаются старинными розами, либо розами в старинном стиле, густомахровыми, роскошными. Другие розоводы любят классических бокаловидных красавиц на длинных ножках, те самые классические чайные гибридные розы, которые мы обычно получаем в букетах. Ну, а немахровые розы не все любят и не все понимают. Многие даже считают, что они не похожи на розы вовсе. Действительно, неброскую красоту немахровой розы понимаешь не сразу. К этому нужно прийти. Я сама сначала увлекалась густомахровыми розами, и только спустя какое-то время научилась любить и ценить немахровые розы, которые, кстати, прекрасно сочетаются в саду с классическими цветами, с классическими розами, и подчеркивают их размеры и роскошь. В дуэте немахровые и махровые розы могут смотреться совершенно потрясающе. И совсем не факт, что именно густомахровая роза будет солировать в этом дуэте. Но чем же могут похвастаться немахровые розы? Ведь у них нет той интриги, того закрученного центра лепестков, который мы привыкли любить в розах. Чем же они так хороши и чем они могут похвастаться, благодаря чему мы можем собрать целую коллекцию немахровых роз? В первую очередь, конечно, это потрясающая обильность цветения. Очень многие немахровые розы цветут настолько обильно, что под цветами буквально не видно листвы. Например, сорт «Балерина», когда цветет, гости в моем саду просто не верят, что это роза, думают, что это или гортензии, или что-то еще. Кустовую принимают за флокс. В общем, все, что угодно, кроме розы. Действительно, цветение потрясающе обильное. Это настоящий солист в саду, хотя отдельный цветок совершенно невыразительный и мелкий. Но немахровые розы не обязательно мелкие. Некоторые сорта могут похвастаться гигантскими цветками-блюдечками. Например, знаменитая робуста кордоса, сорт ругозы, имеет цветки, достигающие 10-12 см в диаметре. Эти огромные красные цветки просто светятся из любой точки сада. И несмотря на то, что цветки немахровые, эта роза явно не кандидат для посадки за забор, а настоящий солист и фокусная точка, на которую будут обращать внимание все посетители у вас в саду. Помимо разнообразия размеров, немахровые розы имеют и очень разные формы. Конечно, на пяти лепестках особенно не разгуляешься, но тем не менее, некоторые немахровые розы настолько эффектны формы, что не заметить их просто невозможно. Посмотрите, вот, например, у сорта Дортмунд лепестки немножко вытянуты вверх, немножко все повернуты в разные стороны, благодаря чему кисть цветов выглядит, как стайка бабочек, присевших на ветку. Очень элегантно и необычно. Еще более красивый вариант – вот этот итальянский сорт селекции розы Барни – Лиола. У нее лепестки волнистые и к тому же гофрированные. Цветки, хотя и не махровые, но благодаря интересной переливчатой акварельной окраске и вот такой чудесной форме, смотрятся необычайно эффектно. У полумахровых и махровых роз открытая серединка часто воспринимается как нечто очень нежелательное. То, что роза показывает серединку, часто мы очень не любим и стараемся таких сортов избегать. Но у немахровых роз та самая серединка становится как раз акцентом цветка и главной, так сказать, достопримечательностью. Очень у многих немахровых роз потрясающие красивые тычинки. Они часто яркие, иногда контрастно окрашенные. Например, у не так давно появившегося сорта астрономии селекции миян цветки нежно-розовые, а тычинки насыщенно красного цвета. Они красиво контрастируют с нежной окраской лепестков. И этот яркий пучок тычинок, конечно, очень сильно прибавляет цветам декоративности. А вот еще один сорт с декоративными тычинками. Это роза Пимпоринель селекции Дель Бар. И у нее тычинки ярко-золотые. Цветки у меня сейчас не очень крупные, но в реальности, когда куст разрастается, они могут достигать 10 сантиметров. Очень крупными могут быть тычинки у нее. Помимо того, что вот такие вот крупные, выразительные, очень долго не буреют. Прекрасное и достаточно редкое качество среди немахровых роз. Они ярко-золотые и очень красиво оттеняют нежно-желтые цветки благодаря этим ярким тычинкам. И сами цветки кажутся в центре ярче. Весь цветочек как будто светится этим золотым цветом. Ну и роза эта, которая, кстати, относится к серии Диких роз у Дель Бара. Помимо Пимпоринель в эту серию входит еще ряд немахровых и полумахровых сортов в таком же стиле. Сорт этот очень обильно цветет, как и прочие сорта серии. И отличается прекрасной выносливостью и устойчивостью к заболеваниям. Куст компактный, красивый, практически шаровидной формы, когда разрастется. Практически не подвержен заболеваниям. У меня за все время жизни ни разу не болел. Но единственное, к сожалению, у меня растет в неудачном месте, поэтому сильно не разрастается. Получилась такая вот карликовая флорибунда, хотя на вольных, так сказать, хлебах она будет, конечно, гораздо выше, да и цветки крупнее. Ну, а вот вариант с контрастными тычинками. Роза сорта Sweet Haze с селекцией Tantal. В принципе, роз именно такой расцветки выведено достаточно много. Достаточно вспомнить знаменитую Dainty Bess. Это чайно-гибридная роза, но, тем не менее, с немахровыми цветами. Они в такой же цветовой гамме, нежно-розовые, с такими же контрастными пурпурными тычинками. Цветки у Dainty Bess очень крупные, могут достигать 10-12 см в диаметре, ну, как обычно у чайно-гибридных роз. Ну, и куст, соответственно, такой же формы, как у стандартных чайно-гибридных роз. Отличаются только цветки, которые помимо контрастных тычинок имеют очень красивые волнистые лепестки, благодаря которым эта роза является достаточно популярной по сей день, хотя выведена очень давно. Ну, и от нее выведен ряд сортов похожего вида. Ну, а сорт Sweet Haze, у которого я нахожусь, является представителем целой серии роз такого облика. Есть и пурпурный, и белый сорт, и желтый. В общем, практически на любой вкус эти розы существуют. Но вот это мне нравится больше всех. Это почвопокровная роза. Она достаточно сильно разрастается. Взрослый куст может достигать метра в диаметре. При этом она очень невысокая. Ну, максимум, наверное, сантиметров 40. То есть действительно стелется по земле, как и положено почвопокровной розе. Цветение просто с ног сшибательное. Других слов, кроме каких-то превосходных степеней, я к этому подобрать не могу, совершенно гигантские кисти, больше сотни цветов, которые распускаются по очереди, благодаря чему цветение нон-стопом продолжается весь сезон. Ну и, как видите, очень обильное. Цветки очень нежные. У них, кстати, интересная форма лепестков. Видите, они вырезаны как будто сердечком с такой выемкой в центре, что, конечно, добавляет сорту декоративности. Ну и, как и многие творения немецкой селекции, эта роза отличается прекрасным здоровьем и очень хорошей морозостойкостью. У меня за несколько лет жизни ни разу не подмерзла. Сорт этот потрясающе совершенно будет смотреться на штамбе. Я в этом году ее посадила в пару к кусту и жду, когда она нарастит достаточную массу, чтобы насладиться вот этим потрясающим цветением уже на уровне глаз. Пожалуй, самые популярные два сорта немахровых роз, которые продаются очень во многих питомниках, в отличие от других сортов, которые еще не так распространены. Сорта выведены еще в 20-30-х годах прошлого века, но до сих пор заслуженно популярны благодаря своим потрясающим садовым характеристикам. Я уже не раз рассказывала про эти два сорта, но не могу не повториться и не рассказать о них в программе о немахровых розах, поскольку сорта действительно потрясающие. Это Моцарт, около которого я стою, и Балерина. Они идут обычно вот так вот в паре, хотя выведены разными гибридизаторами. Отличаются они окраской. Моцарт более насыщенный, вот такой, малиново-розовый с белой серединкой, а Балерина более нежная, светло-розовая, с такой же кремовой серединкой. Отличается и форма куста. У Моцарта куст более раскидистый, более вот такой крупный и более какой-то воздушный. Немножко более элегантно смотрится, благодаря вот этим дуговидно-поникающим побегам. А Балерина более компактная, куст у него практически шаровидный, весь усыпан цветами, так что в период цветения куст представляет собой просто такой шарик из цветов, под которыми практически не видны листвы. Оба эти сорта относятся к гибридам розы мускусной, а это значит, что они имеют интересные свойства. Второе цветение у этих сортов более даже обильное, чем первое, в отличие от прочих сортов и классов роз. В первое цветение цветут макушки побегов. Вот эти вот кисти, как видите, образуются на концах. Затем каждый побег выпускает боковые веточки, которые также зацветают кистями цветов. Именно благодаря этому во второй половине лета, когда многие другие сорта цветут гораздо менее обильно, чем в первую волну, а некоторые вообще выдают только отдельные цветы, Моцарт и Балерина стоят все усыпанные цветами, и цветение даже более эффектное, чем сейчас. Итак, плетистая роза Дортмунд. Конечно, глядя на мой экземпляр, вы никогда в жизни не подумайте, что это плетистая роза, но это на самом деле так. Это старый, очень известный гибрид розы Кордоси. Класс роз, который появился в результате скрещивания розы Макс Граф, гибрида Ругозы, с другими сортами. Класс имеет замечательные совершенно характеристики, особенно актуальные для нашего непростого климата. Розы эти чрезвычайно выносливы, очень зимостойкие, тут сказывается кровь Ругозы. К тому же очень устойчивы к заболеваниям. К вот этой вот кожистой блестящей листве практически не пристают никакие болячки. И розы эти очень хорошо растут и цветут в нашей полосе. Практически все без исключения. Ну и Дортмунд – это один из, наверное, лучших представителей этого класса. У нее вот такая потрясающая светящаяся окраска. Цветки ярко-малиновые с белой серединкой. Сочетание достаточно вырвиглазное, и ее может быть сложно сочетать в саду с другими сортами. У меня она некоторое время росла соло на газоне. Ну вот некоторое время назад подсадила к ней похожий немахровый сорт кремовой окраски. Про нее я сейчас чуть-чуть позже расскажу. Цветение очень обильное и продолжительное. Цветки достаточно крупные. Как видите, порядка 7 сантиметров могут достигать. Вот такие красивые волнистые, как я уже говорила, очень интересная форма. В Германии ее даже называют роза-бабочка. Сорт достаточно сильно рослый, и в нашей полосе может достигать 2-2,5 метров. Прекрасно подойдет для обелиска, либо при посадке на шпалеру будет красивая стенка, вся увитая розой. У меня она растет кустом. Некоторые плетистые розы поддаются такой посадке, то есть без всякой опоры. В свободном, что называется, полете ветки полегают. Некоторые лежат практически на земле. И вот в такой посадке она может достигать метра, может быть, полутора метров, в зависимости от скорости нарастания. И получается такой очень красивый раскидистый куст, очень обильно цветущий практически весь сезон. Кисти цветов необходимо после отцветания своевременно обрезать. Если этого не сделать, то на месте цветов образуются плоды. Они достаточно крупные, по-своему очень декоративные, оранжевые, то есть они возревают у нас. Но если их оставить, то вторая волна цветения будет не такой обильной, как первая. Помимо яркой окраски, у Дортмунда очень декоративные тычинки. Если заглянуть в центр цветка, то вы увидите, что они такого насыщенно-золотого цвета, очень долго не буреют. Это дополнительный бонус. К сожалению, сорт практически не пахнет, но зато цветки достаточно хорошо выносят и дождь, и жару, и даже после затяжных дождей не загнивают и не повисают на кусте некрасивыми тряпочками. Так что, несмотря на то, что сорт очень старый, он до сих пор заслуженно популярен, и рекомендую его в первую очередь новичкам, поскольку он очень несложен в уходе и выращивании, ну и вообще любителям немахровых роз, поскольку сорт действительно очень эффектный. А вот тот сорт, который растет у меня в паре с Дортмундом. Это итальянская роза селекции розы Барни. Сорт называется Лиола. Эта роза относится к серии Фарфалли. Фарфалли – это розы, которые выводят итальянцы. Все они немахровые, в самой разнообразной цветовой гамме. Есть оранжевый сорт, насыщенно-малиновый. Вот этот сорт очень такой красивой окраски, которую они называют айвори, то есть слоновая кость. Еще очень красив из этой серии сорт Трамонте и Стива. Он слегка абрикосовый, потом немножко выгорает до более светлого. Все эти сорта отличаются очень красивой формой цветков. Как видите, у Лиола такие вот красивые, очень гофрированные и вырезные лепестки. Края лепестков как будто кружевные. Очень красивая окраска. Действительно, сорт, не скажу, что слоновая кость, он чуть-чуть более насыщенный, скорее как сливочное масло и с легкой зеленцой. Вот эта зеленца мне очень нравится. Вообще, люблю зеленые розы. Края лепестков с легкими розовыми потеками. В общем, вся роза такая очень нежная, акварельная. И окраска очень действительно небанальная. Это не просто кремовая или белая роза. Она вся такая переливчатая и очень привлекает внимание, несмотря на вроде бы скромные цветы. Кисти, как видите, просто гигантские. До, наверное, 50 цветов в кисти, благодаря чему цветение продолжается практически без перерыва. Эта роза относится к классу флорибунда, но она достаточно высокая. До 80 сантиметров может вырастать. Куст очень сильный и мощный. Так что, несмотря на южное происхождение, эта итальянка прекрасно себя чувствует в наших условиях и очень эффектно выглядит. Молодая листва слегка с бордовым налетом, что красиво оттеняет розовинку в цветах. Ну и, как у многих немахровых роз, у ля-ла очень декоративные тычинки. Вначале они такие темно-золотистые, затем немножко буреют и сворачиваются вот в такой красивый пучочек. Таким вот шариком внутри цветка держится. Прекрасно выдерживает и дождь, и жару. И, как я уже сказала, необычайно обильно цветет. Вот уже 15 лет бессменный бестселлер питомника Ленс Розен и, пожалуй, самый эффектный сорт немахровых роз в моем саду. Это роза Раш. Роза это чрезвычайно популярна в Бельгии. Там она растет практически во всех общественных розариях и очень во многих частных садах благодаря своим потрясающим декоративным качествам. Цветки нежно-розовые, при этом очень красивая переливчатая окраска. У них кажется, как будто акварелью окраску разогнали от центра лепестков к краям. Центр практически белый, а края немножко более насыщенные. Но при этом окраска очень нежная, совершенно потрясающий такой вот воздушный какой-то эффект от нее создается. Роза при этом очень обильно цветет. Кисти больше 10 цветков. Ну, наверное, штук 20-30 бывает точно. При этом куст очень густой со временем становится, и каждая ветка заканчивается шапкой этих цветов. Цветки не слишком мелкие, могут достигать 6-7 сантиметров в диаметре и слегка волнистые, благодаря чему кажутся такими тоже бабочками, присевшими на ветку. Сорт достаточно мощный, достигает в первый же год высоты более метра, а с возрастом нарастает до иногда высоты человеческого роста. Очень эффектно раж смотрится при посадке группой на газоне несколько кустов одного сорта, благодаря чему создается впечатление, что это один гигантский куст, который весь-весь цветет и смотрится очень красиво. В розарии Колома в Бельгии этот сорт высажен по всему розарию в нескольких местах. Также я его видела и во Франции, и везде он совершенно потрясающе смотрится и очень обильно цветет, вне зависимости от условий. И в жару, и в дождь, и в холода. Прекрасно у нас зимует, и несмотря на то, что сорт еще мало известен у нас в России, я уверена, что со временем у него найдется масса поклонников и у нас. Потомок сорта раж, который отличается теми же прекрасными характеристиками, что его родитель, но более яркой окраской, это роза Букаву, того же селекционера Луи Ленса. Роза не такая вырвиглазная, как, например, Дортмунд, но, тем не менее, окраска достаточно насыщенная. Ярко-малиновые края и практически белая серединка. Ну и все это еще оттеняется пучком ярко-золотых тычинок, которые постепенно буреют. Цветение необыкновенно обильное, очень крупные кисти, которые во второй половине лета удваиваются благодаря боковым побегам, которые образуются из пазух листьев, точно так же, как у балерины и Моцарта, о которых я уже рассказала. Кост достаточно высокий, он может достигать метр-метр двадцать в высоту и очень красивой формы. Он практически холмик образуется со временем, который весь покрыт цветами. Роза, что примечательно, прекрасно растет в полутени, хотя среди рекомендаций роз для полутени я ее не встречала, но у меня она растет в достаточно темных условиях, ее заслоняет арка с розами, и при этом, как видите, она прекрасно себя чувствует и обильно цветет. Ну и пару слов о том, что касается размещения немахровых роз в вашем саду. Конечно, есть некоторые приемы, благодаря которым немахровые розы будут смотреться эффектнее. Если вы сажаете сорт с мелкими цветками, как, например, ту же балерину или альденбизен, то лучше сажать ее на некотором расстоянии от основной точки обзора. Тогда отдельные цветочки, которые мелкие и невзрачные, не будут считаться так явственно, а будет восприниматься куст в целом, который благодаря своему обильному цветению будет привлекать внимание. Помимо этого, могу сказать, что немахровые сорта вовсе не обязательно сажать в саду природного стиля. Если букава у меня растет действительно в таком своеобразном японском садике, именно за немахровость здесь посаженная, то ряд немахровых роз растет у меня в совершенно культурных частях сада и прекрасно сочетается с махровыми сортами. На этом можно поиграть, посадив рядом два сорта. Это примерно одинаковые окраски, но с разным размером цветков. Тогда на фоне мелких немахровых цветочков крупные, роскошные, густомахровые красавицы будут выглядеть особенно выразительно. Ну, а можно добавить и цвета, то есть оттенить крупные цветки не только размерами, но и цветом. Например, сочетать мелкую розовую розу с крупной белой или на фоне белых некрупных роз посадить ярко-алую. Это будет красивое контрастное сочетание и по форме, и по размеру, и по цвету. Если вспомнить правила обрезки, то, используя некоторые нехитрые приемы, можно добиться того, что весь куст розы будет иметь форму шара. Ну, конечно, надо подобрать сорт, который изначально стремится к такой форме, например, ту же балерину. И если все побеги обрезать весной примерно на одной высоте, так, чтобы придать кусту форму такого холмика, то, когда роза зацветет, вы получите целый цветущий шар, что будет, конечно, очень эффектно выглядеть. И, естественно, все немахровые розы совершенно потрясающе благодаря своему обильному цветению будут смотреться на штамбе. Тут также работает правило, что лучше не отдельный красивый цветок, а лучше масса, которая весь сезон цветами усыпанная. Конечно, на штамбе немахровые сорта будут выглядеть, мне кажется, даже более красиво, чем стандартные чайно-гибридные розы, которые выдают обычно несколько цветков, но до той обильности цветения, которой могут похвастаться практически все немахровые сорта, им очень далеко. Что ж, надеюсь, своей сегодняшней программой я убедила вас в том, что немахровые розы – это потрясающе красиво, и розы эти заслуживают гордого звания королевы цветов ничуть не меньше, чем стандартные густомахровые красавицы. С вами была программа «Роза в саду», и я ее ведущая Ирина Махрова. Смотрите нас на телеканале «Загородная жизнь». Смотрите нас на телеканале «Роза в саду»